Привет, друзья! Такое впечатление, что компания CMD Global вовсе не уходила из России. В апреле она представила новые модели Nokia и вот уже некоторые из них доступны для приобретения. И сегодня я хочу рассказать вам о новой модели Nokia 110 4G, которая является самым продвинутым кнопочным телефоном компании в этом году. Стоимость телефона составляет чуть более 3000 рублей. Для кнопочного телефона это средний ценовой диапазон, в котором, как правило, находятся более-менее продвинутые модели. Судя по стикерам на коробке, телефон собирается в Китае и предназначен для одной страны СНГ, вероятно, Казахстана. Кстати говоря, собран он относительно недавно. Здесь дата указана 27 мая, соответственно, 2023 года. Уже по принту на коробке видно изменения в дизайне. Не то, чтобы они очень существенные, но то, что новинка выглядит современно, это факт. Да, еще немного изменился комплект поставки. Теперь поймем многочисленной документации, съемного аккумулятора, зарядного устройства. В коробке еще можно найти проводные наушники. Да, простые, дешманские, но я уверен, что многим из вас они вполне могут пригодиться. Итак, предлагаю не терять время и ознакомиться с основными возможностями телефона, которые включают в себя чистые звонки через сети 4G посредством технологии VLTE. Если ваш оператор поддерживает эту технологию, то качество передачи голоса будет лучше, чем в привычных GSM звонках. Важно отметить, что обе сим-карты телефона могут работать в сетях VLTE одновременно. Далее говорится об усовершенствованном просмотре на 1,8-дюймовом IPS-экране, улучшились цвета и углы обзора, и, как ни странно, это не пустые слова. Действительно, если сравнить экран с версией Nokia 110 4G 2021 года, то видно, что у новинки более сочный экран и с лучшими углами обзора. Особенно, если смотреть по вертикали. При всем этом параметры дисплея не изменились. Это все тот же 1,8-дюймовый дисплей с разрешением 120 на 160 пикселей. Чем еще может удивить этот телефон? А удивить он может тем, что он способен обеспечить более длительное время автономной работы. В режиме разговора он может проработать до 8 часов, а в режиме ожидания до 12 дней. Емкость батареи по сравнению с предыдущей моделью увеличилась с 10 020 мАч до 1450, что является одним из самых, наверное, главных преимуществ новой модели. Интересно то, что несмотря на увеличение батареи, габариты телефона остались на прежнем уровне. Кроме этого, в настройках появился режим энергосбережения, который пригодится в случае, когда у вас не будет доступа к розетке. Камера осталась без изменений. Это все то же самое QVGA разрешение, которого вполне достаточно для того, чтобы оперативно сделать снимок и поделиться им с друзьями. Следующее преимущество телефона – это простая навигация с упрощенным меню, с возможностью масштабирования большими иконками и шрифтами. Это действительно очень важно. Кому-то подойдет стандартный размер текста, а кому-то увеличенный. То же самое и с отображением иконок. Причем здесь это сделано удобнее, чем в предыдущей модели, так как отображение иконок можно менять прямо в главном меню. Работает телефон на платформе Series 30+, Mokar, собственно говоря, как и другие телефоны компаний с поддержкой 4G. Соответственно, и процессор здесь используется такой же, как и в предыдущей модели – старый добрый Unisoc T107. На этом же процессоре базируются и более дорогие модели Nokia, такие, как, например, 2660 Flip и 8210 4G. Конечно, главное предназначение этого телефона – звонки, но такие функции, как MP3 Player или FM Radio, также пользуются спросом, поэтому вы можете использовать этот телефон в качестве олдскульного MP3 Player или FM-приемника. Кимон, чтобы ульварное кольцо и в конце прибылок на чистопрудный. Заливайте на карту памяти любимые треки, а потом, как говорится, вперёд и с песней. Кстати сказать, несмотря на то, что производитель заявляет о поддержке карт памяти объём до 32 ГБ, тем не менее флешку на 64 ГБ он видит и прекрасно с ней работает. MP3 Player здесь простой, но всё самое необходимое, например, управление громкостью, перемотка, включая перемотку внутри трека, также проигрывание в фоне и создание списков воспроизведения, здесь имеется. Также на этом телефоне можно смотреть видео, либо созданное с помощью стройной видеокамеры телефона, либо любое другое видео с решением AVI, предварительно сконвертированное под разрешение экрана. Я уже упомянул о том, что телефон на картинке выглядит современно, и держа его в руках, это действительно ощущается, о чём, собственно, и говорится в следующем пункте перечисляемых важных особенностей этого телефона. Хотя текстурированная отделка присутствует и на прошлой модели, тем не менее здесь она более выражена и смотрится богаче. Это, в общем-то, касается и всего дизайна телефона в целом. И он не только более изящный, но и более практичный. Клавиатура стала более выпуклой, кнопки больше, так что здесь, безусловно, шаг вперёд. Что касается элементов корпуса, то они здесь остались почти неизменными по сравнению с моделью 2021 года, разве что в верхней части фонарик теперь переместился влево, а аудиоразъём вправо. А в нижней части, помимо разъёма microUSB, также можно обнаружить контакты для двухстанции. Да, друзья, к этому телефону, так же, как и Nokia 2660 Flip, можно опционально приобрести Cradle и таким образом подзаряжать телефон. Что касается телефонной книги, то здесь имеется всё самое необходимое, включая чёрный список и быстрый набор, а её память рассчитана на 2000 контактов. Причём для каждого контакта имеется множество полей, в которых можно выбрать изображение. Здесь как раз-таки может пригодиться встроенная камера. Имеется поле для фамилии, поле для имени. Правда, имеется ограничение в 15 символов, что не позволяет в большинстве случаев разместить полное имя и отчество. Также имеется возможность добавить два телефонных номера, добавить контакт в определённую группу и назначить персональную мелодию. Звук динамика громкий, звонок точно не пропустите, хотя, конечно, многое зависит от самой мелодии. Наверняка у кого-то из вас появится вопрос, совмещенный здесь динамик или нет. Да, он совмещенный и голосовой, и мультимедийный. Здесь два в одном, но ничего плохого я в этом не вижу. Если в предыдущей модели не было поддержки Bluetooth, то здесь она наконец-таки появилась. Причём достаточно свежая версия, 5.0, тем самым вы можете подключать к телефону беспроводные наушники или колонку. Сейчас, кстати говоря, в компании Tronsmart появилась новинка, компактная колонка T7 Lite, которая, несмотря на свои скромные габариты, обладает замечательным функционалом при умеренной стоимости, которая сопоставима как раз-таки со стоимостью Nokia 110 4G, то есть чуть более 3000 рублей. У меня колонка в чёрном свете, но также есть варианты в синим, розовом и бирюзовом. Предлагаю послушать, как звучит эта 24-х ватная колонка. Да, действительно, для своих размеров она даёт очень громкий, прекрасный звук с улучшенными напористыми басами, особенно если активировать фирменный режим Sound Pulse Audio. Ну и светомузыка также, безусловно, вносит некий колорит. Ещё больше настроек, в том числе и режимов, можно найти в приложении Tronsmart, если вы будете подключать колонку к смартфону или планшету на Android или iOS. Как во многих других моделях Tronsmart, здесь имеется опса стереозвучания, которое позволяет значительно усилить звук при подключении ещё одной такой же колонки. Так что, кто любит звук погромче и понасыщеннее, то лучше сразу брать две штуки, хотя, в общем-то, и одна колонка звучит очень достойно. Что касается времени автономной работы, то встроенная батарея на 4000 мАч способна обеспечить до 24 часов непрерывного звучания на 50% громкости. Колонка оснащена влагозащитой по стандарту IPX7. Это значит, что вы сможете её брать с собой на пляж или в бассейн. Воды она не боится и может выдержать получасовое погружение. На корпусе колонки имеются все необходимые элементы управления, а также под резиновой заглушкой можно обнаружить разъём Type-C и картридер для карт памяти microSD, благодаря чему есть возможность автономного использования без подключения к телефону или другой техники. Также стоит сказать об универсальности колонки. Она замечательно подойдёт как для домашнего использования, так и вне дома. Ссылку, где приобрести колонку по приемлемой цене, оставлю в описании к этому видео. Ну а мы возвращаемся к Nokia 110 4G и немного поговорим о качестве телефонных звонков. Вообще с телефонными звонками здесь полный порядок. Сеть телефон ловит отлично, в качестве передачи речи без нарекания. Специально совершал звонки, находясь на шумной улице и при этом замечательно слышал собеседника. Помимо звонков телефон можно использовать для написания SMS-сообщения. Предиктивный набор текста имеется, что, конечно же, позволяет коммуницировать более оперативно. Но Nokia 110 4G позволяет не только звонить или набирать SMS. Про MP3-плеер и FM-радио я уже сказал. Но здесь также присутствует встроенный браузер Opera Mini, которого будет вполне достаточно для того, чтобы посмотреть погоду или какую-то сводку главных новостей. Давайте попробуем загрузить какую-нибудь простенькую страницу. Ну, хотя бы Яндекса. Посмотрим, как это работает. Да, все замечательно. Страница Яндекса загружена. Погода показывает. Корректировки показывает. Телепрограмма показывает. Я думаю, что многим из вас этого будет более чем достаточно. Для погоды, кстати говоря, здесь имеется отдельное приложение. Ну и, конечно, игры. Куда без них. Змейка здесь не самая лучшая версия. Но, тем не менее, традиционно бесплатная. И что касается бесплатности, все игры на этом телефоне, к моему удивлению, без каких-либо демо-версий, просто запускаете и играете. Я думаю, что это связано, прежде всего, с уходом компании HMT Global с российского рынка. Обычно оплата за подобные игры происходила при помощи специальных SMS-сервисов. Ну, а поскольку Nokia не продается, то и нет возможности какой-то заключить договора с подобными сервисами. Поэтому мы, я думаю, и имеем возможность играть в эти игры теперь бесплатно, ничего не оплачивая. Так что для пользователей, конечно же, это только во благо. Из дополнительных функций имеется будильник в количестве трех штук, файловый менеджер, мировое время, таймеры, конвертер одиниц, калькулятор, календарь, фонарик, счетчик обслуживания и диктофон. Фонарик быстро запускается удержанием верхней части навигационной клавиши и светит он заметно ярче, чем фонарик предыдущей модели. Я думаю, что для многих это будет очень важно. Почему-то убрали функцию прочти, я и не пользовался, но для людей с ограниченным зрением она, безусловно, не была бы лишней. Ну, а из приятных бонусов стоит отметить наличие возможности обновления телефона по воздуху, хотя, возможно, оно и не понадобится, потому что каких-то проблем с телефоном я не обнаружил. Ну, я думаю, что пора делиться своими впечатлениями. Вы знаете, телефон получился удачный. Приведена прямо-таки очень серьезная работа над ошибками. В новой модели действительно есть значительные улучшения по сравнению с версией 2021 года. При этом ее стоимость не намного дороже. Основное нововведение это улучшенный дизайн, появление пылевлагозащиты по стандарту IP52. То есть, ничего страшного не случится, если вы вдруг случайно попадете с этим телефоном под дождь. Также появился Bluetooth версии 5.0, более емкая батарея, возможность использования кредла, лучший экран и субъективно немного лучшее качество передачи речи. Что бы еще хотелось улучшить? Ну, наверное, заменить разъем microUSB на Type-C. В остальном все замечательно. Ставлю ему 9 баллов из 10. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком, оставляйте комментарии, что думаете о новой Nokia 110 4G. Задавайте вопросы. Также подписывайтесь на канал и другие социальные сети из описания к этому видео. Ну и главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди.